здравствуйте уважаемые студенты мы продолжаем курс лекции по предмету социологии политология сегодня мы пройдем лекцию номер три она называется социологические исследования и данному вниманию вам предлагаю следующие вопросы первый вопрос это виды социологических исследований второй вопрос методы социологии который в свою очередь состоит из пяти подвопросов первое это анкетирование второй интервьюирование третий наблюдение четвертый метод анализа документов и пятое это метод фокус-групп итак переходим к первому вопросу виды социологических исследований ну как я уже говорил на первой лекции социология она уникальна тем что применяет конкретные методы в исследовании тех или иных общественных явлений и виды социологических исследований они делятся на три большие группы первый вид это он называется пилотажное исследование или разведывательное или подготовительное но это наиболее простой вид социологических исследований так как решает весьма ограниченный по своему содержанию задачи и охватывает достаточно небольшую совокупность людей и основывается на упрощенной программе и инструменте это пилотажное исследование второй вид исследования это описательное это уже более сложное исследование тут в ходе этого исследования уже получает социолог эмпирические сведения дающие относительно целостное представление об изучаемом объекте и третий вид это аналитическое это считается самый углубленный вид социологических исследований и здесь целью ставится не только описание изучаемое явление но и выявление причин которые лежат в его основе поэтому я вам обрисовал три наиболее общих вида социологических исследований которые в принципе составляют значит все точнее исследования они входят в тот или иной вид ну и начнем непосредственно перейдем к методам да и так наиболее распространенный методом социологии является опрос но дело в том что опрос это не изобретение социологов его уже давно применяли врачи юристы журналисты данный метод он позволяет получить информацию о событиях прошлого и настоящего ну значит удобство этого метода заключается в том что точнее сущность этого метода заключается в том что исследователь задает вопросы да ну под той проблематике которые его интересуют и в ходе этого метода учитываются следующие условия объективные чтобы получить точнее объективные данные это кого спрашивать это выбор когда далее это как вести беседу то есть место опроса как обрабатывать данные и наконец в какие сроки провести это исследование то есть нельзя исследование растягивать так как мы изучаем субъективные мнения людей которые могут меняться вот это очень важно поскольку вот ну предположим да если социолог изучает проблему ну я не знаю там ну например экстремизма то есть десять лет назад эта проблема имела один оттенок в наше в наше время она уже другой оттенок понимаете то есть время идет и все вокруг меняется теперь чем же отличается опрос именно социолога в отличие от журналистов юристов и медиков ну во-первых здесь социолога не совсем интересует личное мнение человеку ну которого он берет опрос да его интересует общественное мнение поэтому социолог он получает своего рода такую усредненную картину реальности ну вот вы замечали да предположим вот по телевидению говорит диктор с точки зрения общественного мнения такой-то такой-то кандидат осуществляет ну например то 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 понимаете вот общественное мнение оно очень важно многие политики именно прислушиваться к общественному мнению и старается исходя из него ну какие-то действия предпринимать другие политики наоборот не прислушиваются это может привести своего рода большим ну крупномасштабным конфликтам внутри общества да далее социолог обрабатывает данные ну в ходе опроса да математически далее цель опроса в чем у нас заключается это проверка гипотез о характере связи между различными переменными расширение научных знаний обогащение науки выявление истины вот ну конечно иногда бывает знаете такие явления что некоторые социологи могут и подделывать какие-то данные да это не совсем верно поскольку уже результат он будет ну не совсем будет соответствовать истине вот ну виды опросов бывают сплошными и выборочными сплошной это когда принимают участие все респонденты респондент это кого опрашивает да социолог и выборочный опрос здесь участвует только часть респондентов вот вот сам опрос он имеет несколько видов первый вид это конечно же анкетирование 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 это представляет собой письменный опрос то есть когда респондент самостоятельно письменно заполняет предложенный ему список вопросов в свою очередь анкетирование в свою очередь оно еще состоит из таких видов как почтовый опрос опрос когда рассылку осуществляет анкет по почте во первых какие от этого преимущества это маленькая стоимость этого вида опроса дальше это позволяет провести опрос на достаточно большой территории той или иной страны в каких-то труднодоступных местах далее преимущество нет надобности в подборе и обучении и контроле за деятельностью интервьюеров то есть просто пересылают и люди заполняют да далее отсутствует психологический барьер наблюдаемый иногда наблюдаемый при опросах то есть человек спокойно дома это заполняет также может положить в конверт и отослать ну и также респондент он может выбрать удобное для него время когда он свободный он заполняет вот ну какие недостатки почтового опроса не все анкеты могут возвращаться понимаете вот иногда бывает то что ну кто-то заполняет другого у него просто напросто переписывает не совсем отражая свое мнение да следующий вид это прессовый опрос здесь уже анкета она расположена на страницах какого-то журнала или газеты да респонденту нужно только вырезать ее и ответить на те вопросы которые указаны и также может отправить ну преимущества какие-то полная анонимность вот недостатки опять-таки низкий возврат этих анкет вот затем это может быть что если этот какой-то журнал возможно читать только ну например пожилое население а возможно исследователи нужно не только узнать мнение пожилых людей но и других здесь в основном пенсионеры например присылают да вот это тоже минус вот далее после опроса вот как мы после точнее анкетирования идет такой вид как интервьюирование то есть интервью ну интервью вы знаете оно представляет собой в основном как тет-а-тет непосредственно респондент и интервьюер да интервьюер это непосредственно тот который берет интервью а респондент который дает интервью ну к преимуществам что можно отнести то что высокая сопоставимость точнее высокая степень сопоставимости всех индивидуальных результатов вот но бывает интервью двух видов это полуформализованное и неформализованное но полуформализованное интервью это имеется ввиду есть список вопросов которые необходимо придерживаться ну предположим вот приглашают какого-либо эксперта на передачу и конкретно например вот ведущие ну своего рода социолог он задает тот перечень вопросов которые вот обсуждается в рамках этой программы да вот и он сам решает какой вопрос задать какой не задать а не формализованное интервью а есть только тема и примерный план беседы вот поэтому здесь хорошо если сам эксперт он достаточно опытный и он так сказать может задать свой тон данной беседе данному диалогу вот ну интервью оно бывает нескольких видов это первое это телефонный опрос да это когда вот по телефону вам звонят задают вопросы ну может быть вы лично тоже участвовали в этом например какая компания какая-то компания там белая например звонит вам и хочет узнать качество связи они очень много вопросов задают вы устало отвечаете но тем не менее вот так вот проведут телефонные опросы исходя из этого они смотрят насколько люди довольны или недовольны качеством связи какие-то предложения далее второй вид интервьюирования это экспертный опрос да то есть здесь уже идет опрос и анализ мнения экспертов ну вот очень часто по телевидению вот показывают различные аналитические передачи вот именно там какой-то круглый стол вот там вот большое количество экспертов и вот они высказывают свои мнения да однако на практике могут возникнуть ситуации когда для оценки какого-либо явления трудно или вообще невозможно выделить объект носитель проблемы подобная информация может исходить только от компетентных лиц то есть экспертов и их глубинных знаний то есть какая-то проблема есть и вот тяжело по этой проблеме вот конкретных вот людей опросить но тяжело поэтому вот здесь еще раз повторяюсь прибегают к мнениям экспертов следующий третий вид второй вид был интервью интервьюирование третий вид это у нас наблюдение наблюдение ну наблюдение это это прямая регистрация событий очевидцем то есть интервьюером в отличие от обыденного познания вот именно вот это вот научное наблюдение оно отличается тем что подчинено ясной исследовательской цели далее оно планируется по заранее обдуманной программе все данные наблюдения фиксируются в протоколах и дневниках и информация подается подается контролю другими методами вот такова содержание социологического наблюдения да ну и вот это наблюдение как метод сбора информации либо наводит на гипотезы и служит трамплином для массового опроса либо оно может применяться на заключительной стадии массовых обследований для уточнения и интерпретации основных выводов вот это наблюдение но наблюдение оно бывает двух видов это включенное и невключенное но включенное это когда социолог непосредственно включен в изучаемый процесс он контактирует действует совместно с наблюдаемыми вот а невключенное это когда исследователь находится вне изучаемого объекта он не включен в ход событий не задает вопросов вот ну также наблюдение оно может быть с точки зрения проведения его полевым и лабораторным да ну полевое оно как бы непосредственно происходит в каких-либо условиях например на стройке в цеху в аудитории или там социологи исследуют там уголовную субкультуру где-нибудь в тюрьмах и так далее да а лабораторно это уже протекает исследование специально оборудованном классе вот четвертый вид четвертый вид метод исследования это метод анализа документов ну к документам социологи относят любую информацию зафиксированную в печатном или рукописном тексте на магнитофонной ленте на фото или кинопленке вот поэтому социологи они исследуют большое количество документов это такие как правительственные акты статсборники материалы переписи да художественные произведения научные публикации пресса речи политических лидеров это очень важно например вот есть такой контент анализ то есть исследуют речь какого-либо ну например президента и говорят столько-то раз он в свою речь употребил такое-то слово столько-то раз слово война столько-то слово мир столько-то раз слово экономика и когда исследуют понимают на что именно данный лидер уделял внимание вот ну и пятый метод последний это метод фокус-групп он тоже очень важен поскольку фокус-группа она состоит из несколько исследователей и выявляется спектр мнений по изучаемой проблеме то есть они собираются обсуждают какие методы будем ну более такие тонкие методы применять ищутся какие-либо общие решения да и так далее но это вот часто применяется предположим ну например сеть магазинов может нанять социологов и вот они проводят исследования как например реклама влияет на продажу тех или иных товаров или как правильно расположить товары на прилавках чтобы люди больше внимания уделяли и так далее вот или банк хочет понять да как его отделение связано с крупными фирмами и так далее это все метод фокус-групп таким образом перечисленные методы социологии они являются важными именно благодаря им проводятся социологические исследования ну и в завершении лекции хочется для закрепления перечислить следующие вопросы первое что такое методы соц исследований второе в чем состоят особенности метода анкетирования третий вопрос что вы узнали о методе интервьюирования исследования следующий вопрос что особенно в методе наблюдения и каких видов он бывает и последний вопрос в чем особенности метода фокус-групп социологии лекция закончена спасибо за внимание до